На городские линии вышел декорированный трамвай с бортовым номером 2022. Он следует по 22 маршруту и держит курс в новый год. За штурвалом Снегурочка Наталья Дудецкая. Больше 10 лет назад Наталья приехала в Самару, впервые села в трамвай в качестве пассажира и у нее появилась мечта управлять вагоном. Так и вышло, но вот примерить на себя роль Снегурочки и управлять самым нарядным трамваем, об этом признается даже и мечтать не могла. Вспоминает свой первый новогодний рейс. Это была очень снежная зима, деревья были покрыты полностью снегом и вот реально вот как в сказку попало. Было полное настроение новогоднее и не описать словами, просто это вот сказка. Трамвай в Новый год. Праздничная акция «Новогодний маршрут» в Самаре проходит уже в третий раз. На борту наряженного трамвая пассажиров поздравляют с Новым годом главные зимние персонажи и дарят приятные подарки. Я уже знаю, первый раз. Первый раз такой. У вас настроение появилось праздничное? Да, честно говоря, появилось. Чтобы когда мы встречали следующий год, мы могли бы носить маску вот не медицинскую, какой-нибудь там зайчика, волка, тигра или еще кого-нибудь, но чтобы она была праздничная и не ассоциировалась вот ни с какими болезнями. Поэтому пока во время движения хочется напомнить всем, что нужно соблюдать масочный режим. В праздничном трамвае подвели итоги еще одной новогодней акции – конкурса, организованного управлением информацией и аналитики аппарата администрации Самары во взаимодействии с ТТУ. Конкурс получил название «Найдеть тигра в трамвае». Два десятка картинок наклеили в разных вагонах, следующих по самым востребованным маршрутам. Согласно условиям, нужно было найти изображение, сделать с ним селфи или просто фото наклейки и выложить в социальные сети. Мария Сапожникова прочитала об акции в официальной группе городской администрации и в первом же трамвае нашла заветного зверя, что помогло стать победителем конкурса. Ей достались сладкие призы и памятный сувенир – игровая инерционная модель самого узнаваемого на самарских улицах трамвая Татра. Мне очень приятно, правда, я не ожидала, что такое случится, что личный транспорт появится. Дирекция предприятия надеется, что это будет еще одним стимулом, чтобы и впредь отдавалось предпочтение быстрому и экологичному общественному электротранспорту. Мария любит творчество и креатив, мастерит рюкзаки из экологичных материалов, а сегодня в статусе победителя конкурса стала особенным пассажиром новогоднего трамвая. В планах перевозчика нарядить и другой общественный транспорт. В трамвае будут развешаны новогодние мишура, какие-то новогодние игрушки, так, чтобы дух Нового года можно было почувствовать. Про поводы других акций сейчас мы определяемся. Скорее всего, 1 числа с Кировского трамвайного депо выйдет еще один трамвайчик, в котором будет символ Нового года – это тигр. Планируется, что на маршруте номер 3 пассажирам будут дарить шоколадные фигурки тигра. С Новым годом! Мария Левина, Николай Сидоров. События.